Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы напишем диктант. Диктант полезен будет для детей 1, 2, 3 и 4 класса тоже. Диктант будет с буквами Е, Ё, Ю, Я. Именно на них мы сделаем акцент. Давайте посередине напишем слово диктант. Отступаем вниз две строчки. 1, 2. На третьей строчке записываем слово диктант с большой буквы. Диктант называется Ворона. Запишем сразу название диктанта. Ворона. Ворона. Послушайте весь текст диктанта. Ворона. Эта птица знакома всем. У вороны сильные ноги, крупный клюв. Перья у неё обычно серые или чёрные. Вороны живут повсюду. В лесах, в горах, в пустынях. Много ворон живёт в городах. Вороны поедают вредных насекомых и грызунов. Красная строка. Эта птица знакома всем. Первый раз читаю, вы слушаете. Второй раз читаю, вы пишете. Третий раз читаю, вы проверяете. Записываем вместе со мной. Красная строка. Это значит, нужно отступить расстояние, равное примерно два пальчика. Пишем. Это птица знакома. Всем. Конец предложения. Проверяем. Эта птица знакома всем. У вороны сильные ноги, крупный клюв. Начало предложения пишется с большой буквы. У вороны. Слово ворона словарное. Нужно запомнить, что пишется две буквы О. У вороны сильные ноги. Здесь нужно поставить запятую, потому что перечисление. Сильные ноги. Крупный клюв. Крупный. Клюва. Конец предложения. Проверяем. У вороны сильные ноги, крупный клюв. Перья у нее обычно серые или черные. У вороны сильные ноги, крупные клювы, крупные клювы, крупные клювы. У вороны сильные, крупные клювы, крупные клювы, крупные клювы. Клювы. Или черные. Словарное слово пишется с буквой О. Конец предложения. Проверяем. Перья у неё обычно серые или чёрные. Красная строка. Вороны живут повсюду. В лесах, в горах, в пустынях. Записываем. Вороны живут. Буква сочетания Ж. Живут повсюду. Поставим двойточие и будем перечислять. Вороны живут повсюду. В лесах, в горах, в пустынях. Записываем. В лесах. Идёт перечисление. Тоже будем ставить запятую. В лесах, в горах, в пустынях. В пустынях, в горах. Вот здесь букву В я пропустила. В лесах, в горах, в пустынях. Конец предложения. Следующее предложение. Много ворон живёт в городах. Записываем. Много ворон живёт в городах. Вороны поедают вредных насекомых и грызунов. Вороны поедают. Вороны поедают вредных насекомых. и грызунов. И грызунов. И грызунов. Мы написали с вами текст диктанта. И сейчас вспомним про буквы Е. Запишите на новой строчке. Запишите на новой строчке. Е, Ё, 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 Я. Что мы про эти буквы с вами знаем? Буква Е. Буква Е, Ё, 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 Я придают мягкость предыдущим согласным. Также эти буквы иотированные. Они могут обозначать два звука. Если стоят после твёрдого или мягкого знаков, после гласных и в начале слова. Давайте выполним грамматическое задание к этому тексту. Приготовьте цветные карандаши. Зелёный, красный, синий. Выполним грамматическое задание. Найдём слова с буквами Е, Ё, Ё, Я. Читаем. Эта птица знакома всем. Буква Е придаёт мягкость предыдущему согласному. Звучит как Э. Все. У вороны сильные ноги. Здесь буква Е стоит после гласной. И будет обозначать два звука. Первый звук Е. Сильные. И второй звук Э. Сильные. Ноги. Крупный клюв. Здесь буква Ю придаёт мягкость звуку Л. И звучит как О. Клюв. Перья. Буква Е придаёт мягкость. Звучит как Э. ПЕ. ПЕ. А буква Я стоит после мягкого знака. И будет обозначать два звука. Первый звук Е. Он всегда мягкий. Второй А. ПЕ. ПЕ. Я. О. НЕ. Ё. Буква Е придаёт мягкость предыдущему согласному. НЬ. А буква Ё обозначает два звука. Первый звук Ё. Второй звук О. НЕЙ. Ё. Обычно серый Е. Буква Е придаёт мягкость предыдущему согласному. И звучит как Э. А эта буква Е стоит после гласной. И будет обозначать два звука. СЕРЫЕ. Э. СЕРЫЕ. ИЛИ ЧЁРНЫЕ. Здесь буква Ё не придаёт мягкость предыдущему согласному. Звук Ч всегда мягкий. ЧЕРНЫЕ. Ё. 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 Стоит после гласной. ЧЕРНЫЕ. Ё. Ё. ЧЁРНЫЕ. Вороны живут повсюду. СЕ. Буква Ё придаёт мягкость предыдущему согласному. СЕ. И звучит как О. ПОВСЮДУ. В ЛЕСАХ. ЛЬ. ЛЬ. Буква Е придаёт мягкость предыдущему согласному. В горах, в пустынях. Буква Ё придаёт мягкость предыдущему согласному. Много ворон живёт. Буква Ё придаёт мягкость предыдущему согласному. В городах вороны ПОЕДАЮТ. Буква Е находится после гласных и будет обозначать два звука. Е. Э. ПОЕДА. И Ю тоже будет обозначать два звука, потому что находится после гласной. ПОЕДАЮТ. 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 ВРЕДНЫХ. Р. Мягкий. Мягкость ему придаёт буква Е. Насекомых. Мягкий. Мягкость придаёт буква Е. Насекомых и грызунов. Вот. Мы с вами нашли в словах буквы Е, Ё, Ю, Я. Эти буквы обозначают два звука, если находятся после гласных, после твёрдого или мягкого знака и если находятся в начале слова. Во всех остальных случаях эти буквы мягкость свою отдают предыдущим согласным и звучат как Э, буква Е будет звучать, транскрипция Э, О, У, буква Ю и А. Ещё раз напоминаю, что эти же буквы могут быть иотированные, то есть обозначать два звука. Буква Е в начале слова после гласных или после твёрдого и мягкого знака будут обозначать звук Е, Э. Буква Е, Буква Ё, Е, О, Буква Ю, Е, У, и буква Я, Е, А. Давайте выполним звукобуквенный разбор нескольких слов. Например, в лесах записываем в предлогом, предлог возьмём в скобочке, лесах. Звукобуквенный разбор. Начинаем разбор с постановки ударения. Зовём слово в лесах. Ударение падает на А. Определяем количество слогов. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Два слога. И далее мы здесь запишем, сколько в этом слове букв и сколько звуков. Итак, давайте с вами поработаем. Буква Л обозначает в данном слове звук Л. Чтобы показать, что звук мягкий, мы поставим вот сюда запятую. Ль, даём характеристику этому звуку. Этот звук согласный. Ль, звонкий. Пары у него нет по звонкости, глухости. В данном случае мягкий. Скрощённо можно писать. Следующая буква. Буква Е. Как раз эта буква придаёт мягкость предыдущему согласному. А звучит в лесах. Ли, сах. Звучит как И. Этот звук гласный. И у гласных мы определяем ударный он или безударный. В данном случае безударный. Безударный, а гласные нужно проверять. Проверочное слово лес. Безударный. Следующая буква. Буква С. А звук, который обозначает эта буква С. Этот звук согласный. Глухой. У него есть пара. Значит, он парный. З по звонкости. Парный. И в данном случае он твёрдый. Следующая буква. Буква А. Звук, который образует эта буква А. Этот звук гласный. И ударный. Следующая буква. Буква Х. Звук, который обозначает эта буква Х. Этот звук согласный. Глухой. Твёрдый. Твёрдый. Посчитаем теперь количество букв и звуков. Буквы. Это значки, которые мы пишем. Один, два, три, четыре, пять. Пять. Букв. Считаем звуки. Один, два, три, четыре, пять. Пять. Звуков. Количество букв и звуков в этом слове одинаково. А теперь давайте выполним звукобуквенный разбор слова НЕЁ. Запишем на новой строчке. НЕЁ. На букву Ё падает ударение. Значок ударения ставить не нужно. Считаем количество слогов. НЕЁ. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Два слога. Буква Н. Звук, который в этом слове НЕ. Мягкость обозначаем вот такой запятой. Этот звук согласный. Звонкий. Мягкий. Мягкость ему придает буква Е. Следующая буква Е. Звучит НЕЁ, НЕЁ. Звучит как И. Этот звук гласный. Безударный. Следующая буква. Буква Ё. Буква Ё в данном слове находится после гласной Е. И будет обозначать два звука. Первый звук НЕЁ. Первый звук Ё. Звук Ё всегда мягкий. Запятая. Второй звук, который образует эта буква. НЕЁ. Характеризуем оба звука. Звук Е. Согласный. Звонкий. Мягкий. Звук О. Звук ГЛАСНЫЙ. УДАРНЫЙ. Теперь считаем количество букв и звуков. Буквы это значки, которые мы пишем. Один, два, три. Три буквы. Теперь звуки. Звуки это то, что мы произносим и слышим. Один, два, три, четыре. Четыре звука. В данном слове три буквы, четыре звука. Потому что буква Ё после гласных образует два звука. Сегодня мы написали с вами диктант. Нашли слова, в которых есть буквы Е, Ё, Ю, Я. Выяснили, что буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость предыдущих согласных и звучат как Э, О, У, А. Также мы выяснили, что буквы Е, Ё, Ю, Я после гласных, после твердого и мягкого знака И в начале слова образуют два звука. Е, Э, Е, О, Е, О. И выполнили звукобуквенный разбор двух слов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это благодарность за мою работу. А вам всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...